МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вас ожидает рассказ о вещах удивительной красоты. Речь пойдет о шпалерах и гобеленах. Шпалера – это, с одной стороны, тканая картина, а с другой – безворсовый ковер. Искусство создания таких картин достигло своего расцвета в Европе 12-17 веков. Однако история этих творений человеческих рук намного древнее. В Древней Греции появился миф о барахне – искусной ткачихе, которая бросила вызов самой Афине, почитавшейся как покровительница этого ремесла. Афина выткала на полотне сцену своей победы над Посейдоном. Арахна же изобразила сценой из любовных похождений Зевса. В результате Афина признала совершенство мастерства Арахны, однако саму мастерицу превратила в паука со словами «Живи, непокорный, но ты будешь вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться это наказание и в твоем потомстве». Из этого мифологического сюжета уже можно сделать вывод о том, что в Древней Элладе искусство ковроткачества достигло божественных высот. Однако это искусство, которое по праву можно назвать божественным, зародилось не в Греции, а на Ближнем Востоке, в эпоху древних цивилизаций. Самые ранние образцы подобных творений можно найти среди памятников Древнего Египта. Например, из гробницы фараона Тутмоса IV археологи извлекли льменную пелену, вытканную разноцветными цветами лотоса и скоробей. Относится этот шедевр примерно к 1400 году до н.э. Славен был Египет своими вышитыми тканями и в христианскую эпоху. Об этом говорят так называемые коптские ткани, созданные в IV-VII веках н.э. Большинство из них украшено геометрическим и растительным узором. Еще на них можно видеть сцены на библейские сюжеты, а также персонажей греко-римской мифологии. Восточное искусство тканых картин открылось для Европы во время крестовых походов. Крестоносцы, возвращаясь домой из Палестины, везли с собой тканые произведения восточных мастеров. Эти красочные трофеи стали очень популярными и в свой черед пробудили европейское искусство такого рода. Так родилась шпалера. Изготовление шпалеры – процесс долгий и трудоемкий. Сначала создавался эскиз или подбиралась подходящая по сюжету картина. Затем уже особый мастер, картоньер, переводил эскиз на картон в натуральную величину будущего изделия. По одному картону можно создать несколько одинаковых шпалер. Но все-таки каждая из них будет чем-то отличаться от своих сестер. Ведь все зависит от того, как картоньер изготовил эскиз. Материалом для создания многокрасочных изображений служили шерсть, лен, хлопок, а также золотые и серебряные нити. Вначале на станке натягиваются нити основы. Затем эта основа переплетается с цветными шерстяными или шелковыми нитями. Цветные нити окрашиваются натуральными красителями. В зависимости от сложности рисунка количество оттенков могло достигать нескольких сотен. Ткач подбирал по картону нити нужных цветов и оттенков, а затем воплощал рисунок в ткани. Чем сложнее был рисунок, тем медленнее шла работа. Шпалеры ткутся частями, которые затем сшиваются между собой. Иногда в день удавалось выработать всего несколько квадратных дециметров ткани. При этом необходимо добиться мягкости цветовых переходов и правильности переплетения цветных нитей. Готовые шпалеры могли украшать как светские, так и церковные интерьеры. Из средневековых источников мы знаем, что шпалеры широко использовались в разных случаях. Для убранства комнат временного жилища короля, для оформления религиозных празднеств и просто в качестве драпировок стен холодных каменных залов в средневековых замках Европы. В отличие от появившихся много позднее обоев, шпалеры были мобильны. Их легко можно было перемещать с места на место. Это свойство дало повод великому архитектору 20 века Ле Корбезье назвать средневековые шпалеры настенными росписями кочевников. Путешествуя по своим владениям, средневековые монархи возили с собой по несколько наборов таких ковров. С их помощью можно было быстро преобразить любой интерьер, услав ими полы и развесив на стенах. В средневековых замках шпалеры использовали как балдахины в спальнях и как мягкие перегородки в больших залах. Шпалеры развешивались в соборах и в ратушах во время турниров на трибунах для зрителей. В праздничные дни живописными коврами украшали улицы, вывешивая их на балконах и подоконниках. Самые ранние из сохранившихся европейских шпалер вытканы рейнскими мастерами в 11 веке. Во Франции производство шпалер возникает в начале 13 столетия. Наиболее крупным центром шпалерного ткачества в то время был Париж. В начале 14 века во Франции образовалась корпорация ткачей-готлисьеров, которые изготавливали ковры, тканые обои, занавеси, балдахины, церковные завесы и другую подобную продукцию. Некоторые из вещей делались в шпалерной технике. Темы для ковров картин обычно выбирались из Ветхого или Нового Завета, светской литературы, мифологии и истории. Наиболее известна дошедшая до нас серия шпалер на сюжеты из апокалипсиса. Это так называемый Анжерский апокалипсис. Семь огромных ковров. Сей шедевр был создан около 1380 года в парижской мастерской Николя Батайля. При бургундском и французском дворах возникла мода на ковры, затканные историческими сценами. Создавались целые гарнитуры. Шпалеры дополнялись темными покрывалами, подспинниками, балдахинами и занавесами для ложа. В XIV-XV веках в моду постепенно вошли жанровые, охотничьи и любовные сцены, портреты, всевозможные аллегории, времен года, месяцев, стран света, человеческих чувств и добродетелей. Часто для одного помещения создавался целый цикл шпалер на общий сюжет. Причем использовались как оригинальные эскизы, так и готовые живописные полотна, работы Рафаэля, Дюрера, Рубенса и других художников. В разные времена и в разных странах для обозначения тканого ковра использовались различные термины. В греческом языке и в поздней латыни слова «тапес» и «тапетум» соответственно означали как ковер, так и покрывало и скатерть. Впоследствии латинское «тапетум» стало основой в разных европейских языках для обозначения произведений шпалерного ткачества. Французское «тапесари», английское «тепестри», немецкое «бильдтепих». Но в немецком мы встречаем и слово «шпалер», «шпалера». Оно происходит от итальянского «спальера», что может обозначать и спинку сиденья, и живую изгородь. И действительно, первоначально слово «шпалера» обозначало приспособление для создания стены из растений и цветов. Похожий по смыслу термин «мельфляр» получило распространение во Франции в 15 веке, когда производство французских шпалер из-за столетней войны переместилось из Парижа в города, расположенные в бассейне Луары. Это слово происходит от французского выражения «де мельфляр», что означает «тысяча цветов». На темном зеленом или красном фоне по декоративной кайме рассыпано множество мелких цветочков, часто изображенных с ботанической дотошностью. Причем многие цветы имели еще и свое собственное символическое значение. Мельфляры выполнялись сериями. Самая известная из них – «Дама с единорогом», хранящаяся в музее Клюни в Париже. Шесть ковров этой аллегорической серии были созданы в конце 15-го, начале 16-го столетия. Порой живописные картины на мельфлюерах сопровождались стихами. Например, одну из таких шпалер украшали стихи французского поэта 16-го века Реми Белло, представителя знаменитой Плеяды. Его Пьер Ронсар называл живописцем природы. Вот эти строфы в переводе Евгения Витковского. «Птицы словно год назад к нам летят с юга, что далек и жарок. Эти вестницы весны нам даны от тебя апрель в подарок. Вот шиповник средь полян, и тимьян, и фиалка, и лелея, и гвоздики, что растут там и тут в ярких травах пламенея». Ну, а продолжение шпалерной истории вас ожидает в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин